Лариса Васильевна Фролкова. Человек с большой буквы. Несколько десятков лет она занимается вокальными коллективами, а сейчас преподает в музыкальном театре факультета журналистики ЮРГУ. Но не менее интересна история о ее родителях, героях Второй мировой войны. Вот альбом моей мамы. Вот эта фотография как раз перед мамином уходом на фронт. Вот написано «Мои цыплята, первый класс в городе Красноярске, 42-й год. Сентябрь месяц, мама и ее ученики первого класса. А это уже фронтовые». Вера с самого детства привыкла делать все сама. Она жила в семье протодьякона, и когда ее отца Тихона Павловича арестовали, весь груз ответственности упал на плечи молодой девушки. Но даже в таком положении Вера сумела доучиться в школе и попутно занималась спортом. На тот момент у нее были разряды в беге, плавании и стрельбе. Одним словом, красавица, спортсменка и комсомолка. Уже на войне Вера занималась реабилитацией раненых, а по ночам брала в руки трехлинейку и шла на крыши защищать свой госпиталь. Василий Афанасьевич. Ребенок, выросший в семье рабочих, с детства был сорванцом и пройдохой. Но уже с ранних лет он тяготел к игре на гармонии. Сначала свою трехрядную, а затем перешел на баян. Он был самоучкой, но трудолюбие и музыкальность Василия не оставляли равнодушными никого. Везде, где оказывался баян, он был всегда с баяном. Он вообще на всех фотографиях у нас с баяном. Вот, наверное, единственное, когда он не держал баян в руках, это когда он работал механиком на автоколонии, возившей хлеб в блокадный Ленинград по Ладожскому озеру. Он был там ранен и контушен, и попал в госпиталь. Василий провел три месяца лечения. И, конечно, он не смог бы не заметить Веру. Но шанс познакомиться поближе выпал позже, когда для песенных постановок начали искать баяниста. Тогда-то Василий и покорил всех своим талантом. Тут и началась романтическая история. Вот они познакомились в 43-м году, а дальше получается, что война шла к концу, и их ВК-госпиталь 1968 перекинули на Дальний Восток. И когда объявили о Дне Победы 9 мая 1945 года, то госпиталь весь решил назначить свадьбу моих мамой с папой. То есть они поженились, ну, как бы официально, без документов, но поженились. 9 мая 1945 года. Сразу после войны молодая пара переехала в Челябинскую область. Они продолжали лечить души людей, пришедших с самой кровопролитной войны того времени. До самой глубокой старости они организовывали досуг для отдыхающих и впоследствии передали свою любовь к мирному небу своим детям и внукам.